Всем привет, ребята! С вами Иван. Сегодня я покажу вам, как играть в Pokemon Go со своего компьютера и при этом ходить по миру с помощью клавиатуры. Тут у нас всё крайне просто. Качаем эмулятор Nox по ссылке под видео, устанавливаем его и запускаем. После установки заходим в настройки и изменяем параметры графики, чтобы процессор работал на полную мощность и чтобы программе хватало оперативки. Это избавит нас от лагов в игре. Если вы играете в Pokemon Go через Google, то заходим в настройки и вводим данные от своего аккаунта. Теперь нужно выбрать место, в котором вы хотите играть. Я советую крупные города, потому что там много пакестопов, приманок и, соответственно, самих покемонов. Таким городом может стать, например, Нью-Йорк. Переходим на Манхэттен и двойным кликом ставим отметку на карте. Затем в нижней части экрана нажимаем ОК. Теперь можно запускать игру. Выбираем способ входа через Google или аккаунт тренера покемонов и входим. Как только игра загрузится, сделаем настройки управления. Выбираем эту штуку и настраиваем кнопки. Это могут быть, например, классические WASD. Теперь жмём значок сохранения и делаем так, чтобы эта штука стала невидимой. На этом всё. Теперь можем перемещаться по карте с помощью клавиатуры, а играть мышкой. Первое время это не очень удобно, но со временем привыкаешь, потому что оно того стоит. Если вы захотите переместиться в другой город или потом зайти поиграть с телефона, например, то будьте готовы к тому, что в течение получаса после перемещения игра может не работать. Покемоны будут убегать, а из покестопов ничего не будет выдаваться. Можете не переживать. Максимум через полчаса это проходит, и покемоны снова будут ловиться, и из покестопов будут выдаваться ништяки. Ну а если у вас будут какие-либо проблемы, например, с работоспособностью эмулятора, то по ссылке в описании вы можете скачать факт по решению часто возникающих вопросов и ошибок. На этом у меня всё. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Хорошего вам настроения. Пока.